Здравствуйте! Вот есть такое понятие Герц. Слышали, да? Единица измерения частоты. Названа в честь ученого Генриха Герца, того самого, который открыл электромагнитные волны. Ну так вот, в Герцах измеряют частоту, ну в частности, частоту электромагнитных волн хорошо измерять. Килогерц — это производная единица от Герца, тысяча Герц, мегагерц, миллион Герц, гигагерц. Это, ну как сказать, тысяча миллионов или миллиард Герц, то есть миллиард колебаний в секунду. И, наконец, террагерц. Вот недавно вот такая вот единица производная пошла в ход, да? У нас теперь террабайты, это емкость памяти у компьютеров стала, а это вот террагерцы. Вот на эту тему поговорить очень интересно. Террагерц — это значит триллион Герц, 10-12 степени Герц, 10-12 колебаний в секунду. За это время, 10-12 секунды, свет проходит ничтожное совершенно расстояние 3 десятых миллиметра. 300 микрон. И вот о колебаниях террагерцового диапазона речь пойдет. Вы знаете, это очень интересный диапазон. Он уже не оптическое излучение. Значит, вот есть такое понятие инфракрасное излучение. Это значит микроны, десятки микрон, да? Десятки микрон, десятки миллионных долей метра. А это вот 100 миллионных долей метра. Вот дальше уже миллиметр — это радиоволны. Миллиметровые, ультра такие прям коротковолновые, ну это значит миллиметровые волны. А вот это и уже не свет вроде бы, и еще точно не радиоизлучение. И вот этот замечательный объект, что у нас испускает инфракрасное излучение? Ну нагретые тела, лазеры, да, излучают вот в таком диапазоне. А что у нас излучает радиоволны? Ну различные радиотехнические системы. Кстати, и очень холодные тела тоже излучают в основном в этом диапазоне. Их там пик излучения в радиоволновом диапазоне. И террагерц они тоже излучают. Все зависит от температуры, конечно. Но вот у нас, так сказать, в технике для излучения террагерцового диапазона самые сложные приходится изощряться делать приборы. Это, ну, там электроны куда-то бегут, волны куда-то электромагнитные по ним распространяются. Очень сложный объект, так в двух словах не расскажешь, целая песня. Но интересно следующее. Вот обычные радиоволны, миллиметровые, там сантиметровые, их хорошо отправлять путешествовать по волноводу. Металлический волновод, обычно такой прямоугольный, вот в нем эти волны бегут, ну скажем, к антенне передающей. Оптическое излучение. Тоже волноводы существуют. Оптические волноводы. Световод называют, да? Палочка такая стеклянная, только очень тоненькая. И внутри нее, значит, отражается от стенок этой палочки, скажем так, этой волоконной оптической линии связи. Нити стеклянные отражают, свет и бежит. А вот тут вот нет такого понятия внутри. Он как бы вот бежит и цепляется вот... Ну, понимаете, у него длина волны-то какая, да, у этого фотончика. Его, значит, местонахождение этого фотона, получается, составляет какие-то вот величины, уже превосходящий размер, скажем, оптического волокна явно. Такие слова из полосковой линии. Он как-то вот бежит вдоль проводов, короче говоря. Вот очень интересная вещь. Применение очень интересное. Он почти как рентгеновское излучение проникает сквозь дерево, сквозь камень, сквозь человеческое тело, да? Можно так вот сканировать, значит, что у кого в карманах, да? Не вот только металлоискатель такой, есть металл, нет металла, а показать изображение. Причем не используя рентгеновское излучение, которое, безусловно, может повреждать приборы, и как, в общем, на здоровье-то оно, в общем, должно влиять, да? Накапливаться будет популяционные дозы. Это негативный фактор. Конечно, так считается. Вот, а это вот такой вот новый объект. Террагерцовое излучение. И не свет, и не радио, а нечто среднее между ними. Отдельная, так сказать, сущность физическая. Спасибо вам за внимание. Всех вам благ, удачи.